так всем здорово сейчас будем снимать спойлер с багажника как его снять открываем багажник снимаем обшивку и вон там так сказать видно два болта они идут на 10 можно рожком ключом откручивать либо трещотка но трещотка неудобно при когда при откручивании вот сюда западать так сняли мы спойлер багажника три четверки вот что у нас вышло тут не совсем критично просто слегка началась в коррозии что слева что справа я уже так сказать прошелся наждачкой полностью так сказать они были не совсем круглые чуть меньше как овальные все и болты задевались но тяжело было так сказать вытащить сейчас полностью дело тут на металле было ржавчина и убрал прошелся также и с этой стороны сейчас тоже убежал за делаю кислотником все как как и раньше делал те что еще зазоры делал боли никак не получается этот зазор как поменьше сделать этот вот вышел идеально тот никак само как просто было сделать закрывать багажник ослабевать вот эти болты по полной их откручивать что багажник можно было пальцем ну так поднимать регулировать закрывать его и сверху на него ставить какой-нибудь груз вот это все 100 прижималось все и я залазил багажник из багажника регулировал потому что так когда открываешь регулируешь в одном болту неудобно так как раз полностью сядет из багажника может быть регулировать и то что без спойлера в чем плюс нажимаем он сам открывается со спойлера надо будет чуть подталкивать его как то отставлю данный момент самому масло кулер можно сказать кулер для гура так взяла его знакомых сняли не помню что это японского джипа митсубиси и тойота стояла на движку мы его поставим на гор так сколько тут получается 1 2 3 4 5 6 7 8 я вот не знаю как считать вот по этим по ребрам желкости идет по этим по самим так вот у нас получается и вот тоже тут одна загадка куда мне сделать чтоб так сказать заливалась короче так сказать выливала и откуда выливала вот сюда сделать вот горячую что проходила потому она что по всем проциркулировал и выходила холодная либо наоборот как вот сюда сделать куда первый вариант или второй вариант или сюда первый сюда второй вот кто знает подскажите так куда его ставить мог было поставить сюда но тут как знаете у меня был еще один масло кулер который на драйве показывал тот и тот тоже соус движки но тут я поставлю сюда на движку и этот я взял поставлю на гор поэтому это место так сказать забито и его буду ставить вот сюда вот так вот так он будет стоять крепление крепления уже сделаны вот первое вот второе одно идет вот сюда от радиатора второе вот сюда будет крепиться сейчас все закрасим в черный дошкурю все лишнее сниму и будет смотреться ништяк так сказать незаметно будет крепление прочистка кулера внутри взяла растворитель взяла растворитель так половина было миллилитров 100 150 я уже первый этап убухал уже вылил такая не совсем черная коричневая смесь было вот сюда мы залили в оба отверстия так сейчас давайте потрясем ты теперь давайте зальем вот сейчас уже более прозрачная еще один этап все и кулер внутри будет как новый давайте сейчас вот 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 еще хватит на один этап так пусть она сольется вниз по всем канал теперь сюда чтобы она так сказать сначала сюда все теперь разойдется теперь давайте закроем каналы так уже чухает что вот пришла теперь обратно все сейчас зальем все уже прозрачно сейчас еще один так же сделаю так на 5 минут оставлю постоит выльется и все и будем ставить так короче я вот поставил сейчас кулер на радиатор покрасила оранжево-красным цветом очистил старую краску черная реально небо было желтая красная синяя роза белая тоже него было вот только вот более подходящий такая так вот крепление которое идет сверху с радиатора сейчас включу так получается вот я наоборот и сделал крепление раньше нашла вот здесь ближе к радиатору но более так сказать чтобы менее опасно было я и пустил вот сверху но вот передняя эта крышка где раньше кондиратор конец ряды кондиционер был так что от радиатора там прилично но всякий случай еще наклеил от защитную тут и мягкую приблуду вот она закрепила вот эту развитого но как специально миллиметра находит потом вот закрепил здесь на хомуты потом затем а также вот тут радиатор который идет так сказать подходит к стенке крепления самого вентилятора я тоже мягкой вот это защитный приклеил чтобы он не бился в теньке а мягко ходил так что вот как то так вышло вот так сейчас не значительно где-то ставить буду не буду сразу мою шланги вытянуть то что почти окончание проверим как поведет себя покрашенный покрашенный еще раз то есть повторю радиатор потому что кто-то красит это не краю что-то будет помогает кто-то играть не помогает хуже становится проверим но то и 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 Продолжение следует...